Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Прибережные районы Западной Армении подвержены наводнениям. 15 против армян в Мараге. В Ханатсах было переселено 53 семьи. Деревня продолжает жить. Противник ново обстрелял армянские позиции в Яразке. Конгрессмены США требуют прекратить экспорт ППЛА в Турцию. Скелет древнего ребенка был найден на холме Тоскопаран в Западной Армении. В Гданьске откроются дни Армении. Вот уже несколько дней в прибережных районах Западной Армении не прекращаются проливные дожди, вызывая наводнения и разрушения. Наводнения, в частности, в провинциях Бартон, Синоп, Артвин, Кастамону нанесли значительный ущерб. Обрушились дороги, мосты и частные дома. Многие дороги стали непроходимыми в средстве, чего стали закрыты для движения транспорта. Из-за наводнения на данный момент отмечается пять пострадавших и один человек пропал без вести. По данному управления по чрезвычайным ситуациям, 318 человек были эвакуированы в Бартоне, 210 в Кастамону, 106 в Синопе, вертолетами и различной техникой. На телеканале Западной Армении можно посмотреть шокирующее видео, в котором представлены факты кровавой резни армян в 1992 году, совершенные Азербайджаном. В ролике есть неоспоримые свидетельства и факты. Например, показания Карлайн Кокс, вице-спикера Палаты Лордов, находившейся в то время в Арцахе, о резне в Мараге, которая засняла зверство азербайджанцев в качестве доказательства. То, что произошло в Мараге, было геноцидом, попыткой искоренить коренное население на его территории, что еще не осуждено широкой общественностью. В общине Ханатсаха с Киранского района республики Арцах проживает 860 человек. После войны все вернулись в село. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс заявил глава общины Ханатсах Майерки Гоусян. В село было переселено 53 семьи из 204 человек. Школа, в которой учатся 60 учеников, открылась с декабря. Детского сада нет, но в селе воспитывается около 43 детей, воспитывающихся в детских садах. В поселке есть сельский совет, дом культуры, медпункт, условия застройки которых находятся в хорошем состоянии. Недавно по инициативе Авроры совместными усилиями благотворительного фонда МИЛС и организации ЛАВТАС вообще не открылась пекарня. Эта возможность предоставит новинсельчанам работу. Поселок газифицирован, подведено электричество. У них проблема с водой. Мы получаем воду по несколько часов в день, сказал Никоусян. Говоря о занятости сельчан и их планах на будущее, наш собеседник отметил, что большая часть населения работает в столице Степанакерте. Остальное население занимается животноводством и сельским хозяйством. 11 августа с 15.30 до 20.00 подразделения вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокациям, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Ярасх армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает Управление информации общественных связей Министерства обороны Республики Армения. Огонь противника был подавлен ответными действиями армянских позиций. С армянской стороны жертв нет. По состоянию на 23.00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна. 27 американских конгрессменов направили Энтони Блинкену письмо с призывом ввести эмбарго в отношении Турции, отметив, что турецкая БПЛА представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. 27 конгрессменов призвали госсекретаря США приостановить экспорт дронов в Турцию по завершению официального расследования дестабилизирующей роли турецких дронов на Кавказе, Южной Азии и Средиземноморье. В письме говорилось, что Турция нарушила положение НАТО, закупив у России российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Конгрессмены заявили, что санкции были введены против Турции из-за российской системы, несмотря на то, что Анкара остается членом НАТО. В результате раскопок на историческом холме Тоску-Паран в районе Пертек провинции Дерсим Западной Армении было найдено тело ребенка древнего периода, которое было передано музею. Холм Пертек, зарегистрированный как первоклассный археологический памятник, находится в одноименной провинции и несет на себе следы тысячелетий. Самый старый холм в деревне был поврежден из-за построенных в этом районе домов, для которых ведутся работы по защите холма. Помимо глиняной посуды, при раскопках были обнаружены орудия из обсидиана, кости и камня, а также наконечники стрел. Все эти предметы и скелет ребенка будут выставлены в музей и прольют свет на его историю. Дни Армении будут проходить в польском Гданьске до 23 августа. Как сообщил Аравот.м, лауреат премии президента Польши, президент Союза Армян Гданьска, художник Гагик Барсамян, Дни Армении будут проводиться в четвертый раз. В этом году также отмечается четвертая годовщина основания их союза. Он сообщил, что Дни Армении в Гданьске совпадают со знаменитой ярмаркой Святого Доминика, проводимой здесь с 1260 года. В эти дни Гданьс становится все красивее. Повсюду есть павильоны, концерты и интересные мероприятия. В этом году Дни Армении являются частью этого широкого известного масштабного мероприятия. Далее для вас ансамбль Акунг Лачи Нимана. Лачи Нимана, Лачи Нимана. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.